Здравствуйте! В эфире программа Территория 02. О самых значимых и интересных событиях, которые произошли на этой неделе в МВД Хакасии, расскажу вам я, Ольга Крупенина. Полицейскими Хакасии за 12 месяцев возбуждено 15 уголовных дел по факту обнаружения фальшивок из незаконного оборота. В республике изымали не только российские банкноты разного достоинства, но и поддельные доллары. Как обезопасить себя и вовремя разглядеть фальшивку, расскажем далее. Сложные многоуровневые степени защиты, казалось бы, подделать купюры невозможно, но фальшивомонетчики умудряются имитировать защитные элементы и подбирать нужную бумагу. В минувшем году в Хакасии сотрудники полиции возбудили 15 уголовных дел по факту обнаружения подделок. Из незаконного оборота изымали не только псевдорубли, но и иностранную валюту. Было всего изъято денежных купюр на общую сумму 36 500 рублей. В основном изымались поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей, 1000 рублей и одна 100-долларовая купюра. Основная масса фальшивок была выявлена в кредитно-финансовых организациях. Сотрудники Банка России отмечают, количество обнаруженных поддельных купюр за несколько лет в Хакасии снизилось более чем в два раза. Такая динамика соответствует общероссийскому положению дел по этому вопросу. Если говорить о территориальном принципе, то больше всего поддельных денежных знаков являются в Центральном федеральном округе, меньше всего в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном. Но несмотря на это, гражданам все же нужно быть предельно внимательными, имея дело с деньгами. Чаще всего так называемые народные умельцы пытаются подделать тысячную банкноту. Продавцы, как правило, менее тщательно ее рассматривают, да и защищена она не так, как, к примеру, пятитысячная купюра. Чтобы не столкнуться с подделкой, специалисты советуют обращать внимание вот на что. Водяной знак – это скрытые изображения, расположенные по краям банкноты. Они бывают темными и бывают светлыми. Защитная нить, толщиной около пяти миллиметров. Радужные полосы на данном участке банкноты. Они меняют цвет при наклоне банкноты под разным углом. И тип эффект. Здесь символы РР, российский рубль, которые видны при изменении угла зрения на банкноту. А вот недавно введенную в оборот двухтысячную купюру подделать нельзя, так уверяют специалисты. На новой банкноте появились современные уровни защиты. На лицевой стороне банкноты изображен вантовый мост города Владивостока. На оборотной изображен космодом Восточного Морской области. При изготовлении данной банкноты были использованы как привычные нам защитные признаки, так и новые. Из новых можно выделить оптический элемент – это золотое кольцо, защитная нить, на которой при изменении угла зрения виден символа рубля. Присутствует QR-код. При использовании смартфонов можно по нему выйти на ссылку на сайт Банка России и прочитать о признаках подлинности данной банкноты. Полицейские в очередной раз напоминают, самый надежный способ защитить себя от фальшивок – это внимательность самих граждан. Гражданам следует обращать внимание, когда они в магазинах получают денежные средства, чтобы они тоже визуально обращали внимание. Основные признаки, о которых мы говорили, это и на ощупь, и визуально. Если они обнаружили поддельную денежную купюру, необходимо сразу же обращаться в органы внутренних дел, в дежурную часть. Цифры, которые могут спасти жизнь. В Хакасии с недавнего времени начал действовать телефон единой диспетчерской службы 112. Для чего она была создана и в чем ее преимущество узнавали наши корреспонденты. Алло, служба 112, слушаю вас, что у вас случилось? Экстренный номер 112. Эти цифры должен запомнить каждый. Единый диспетчерский центр в Хакасии начал работать в начале этого года. Теперь, оказавшись в опасной ситуации, человеку не нужно задумываться, в какую именно службу и по какому номеру звонить. Обратившись в диспетчерский центр, можно сразу же вызвать полицию, скорую помощь и пожарных. Специалисты сортируют и передают тревожные сообщения по назначению. Внедрение единой системы 112 имеет ряд несомненных преимуществ для населения. Номер состоит всего из трех цифр – 112. Их легко запомнить, а главное вспомнить в момент возникновения чрезвычайной ситуации. Пострадавшему совершенно не надо задуматься, в какую экстренную службу и по какому номеру стоит звонить. Вызов с сотового аппарата осуществляется бесплатно, а также может производиться вне зоны покрытия своего оператора, даже если у вас отрицательный баланс. При обращении в службу 112 гражданину нужно только ответить на вопросы оператора и специалист в службу 112 направит полученную информацию в дежурную службу, в которой необходимо незамедлительно выехать на место происшествия. Любое обращение не останется без внимания. Создание единого диспетчерского центра в первую очередь рассчитано для удобства граждан. Кроме того, это безусловно облегчит работу и самим экстренным службам, избавив от шквала лишних ложных звонков. Данные звонки позволяют отсеивать ненужные ложные вызовы, которые приходят в службы экстренного реагирования и позволяют эффективно отрабатывать чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы. То есть данная служба определяет, какие необходимые службы отправлять сразу к одному месту. Поэтому ускоряется процесс вызова экстренных оперативных служб. Сотрудники диспетчерской службы признаются, большое количество граждан звонят, чтобы воспользоваться услугами психолога. Кроме того, если в центр позвонит иностранный гражданин, с ним сможет пообщаться лингвист на немецком, английском, французском языках. Есть специалист со знанием Хакаскова. За 24 часа в диспетчерскую службу поступает огромное количество звонков, в том числе и от телефонных хулиганов. Тысяча звонков в сутки поступает со всей территории республики. Очень большое количество звонков ложных, которые дети, люди, иногда некоторые просто хотят проверить, работает служба или нет. Поэтому я призываю, чтобы эти звонки не осуществляли, особенно предупреждая детей. У нас уже был случай, когда по нашей просьбе МВД провел разбирательство и было принято решение о наказании родителей, ребенка, ученика школы, которые производили ложные звонки. Создание единого номера 112 началось по инициативе федеральных властей. В скором времени он будет действовать во всех регионах России. В настоящее время управлением по вопросам миграции предоставляется 17 видов государственных услуг. Обращаясь к нам, граждане часто задают вопрос, как быстро документы оформить и без очередей. В настоящее время такая возможность существует, если гражданин подал заявление через портал государственных услуг. Это быстро, без потери времени и качества. Удобное время назначается для гражданина и сокращаются сроки. Назначаются индивидуальные часы приема. В приоритетном порядке граждане, подавшие заявление, принимаются сотрудниками. В настоящее время в управлении предоставляется в электронном виде пять государственных услуг. Это выдача загранпаспортов, внутренние паспорта, регистрационный учет, адресная справочная работа и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам. С 1 мая 2017 года действует акция, которая позволяет гражданам значительно сэкономить денежные средства при подаче заявления через портал государственных услуг, а именно заплатить за государственную услугу на 30 процентов меньше. Так вот, для примера, можете посчитать, если средняя семья из 3-4 человек подает заявление на загранпаспорт, она экономит около 3-4 тысяч. На ребенка это вместо 1700 рублей. Некоторые граждане испытывают затруднения при создании личного кабинета на портале госуслуг, либо подачи заявления. Они не могут загрузить фотографию, либо не знают, как правильно заполнить поля, получить код активации. Для этих целей во всех подразделениях по вопросу миграции созданы специальные центры, в которых сотрудники при обращении граждан оказывают им помощь, подтверждают учетную запись, осуществляют консультирование при подготовке документов в электронном виде. Кроме того, для сокращения времени для граждан с 1 мая в подразделениях по вопросу миграции проводится акция, когда гражданин может обратиться и поменять российский паспорт по месту жительства в течение одного часа, а также зарегистрироваться, либо сняться с регистрационного учета по месту жительства в течение 10 минут. Но все это при условии, если он подал заявление в электронном виде через портал государственных услуг. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые хотят получить государственную услугу, и им исполняется 20 либо 45 лет, на необходимость создания личного кабинета до наступления этой даты. Так как, если гражданину исполнилось 20 либо 45 лет, и нет личного кабинета, то он уже не сможет создать личный кабинет, так как его паспорт будет считаться недействительным. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели программу «Территория-02». В студии была Ольга Крупенина. Безопасности вам и вашему дому. Увидимся через неделю на канале РТС.